Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Иосиф Пригожин сделал просто какие-то удивительные абсолютно заявления. Значит, этот человек вообще меня поражает просто своими заявлениями, но здесь он, мне кажется, превзошел сам себя, друзья. Послушайте, что он сказал. «Мы не умеем больше ничего, кроме как воровать», — заявил Иосиф Пригожин. Ну, значит, я думаю, что многие-то уже давно догадывались. Но давайте все-таки прочитаем, о чем речь. Продюсер Иосиф Пригожин неожиданно выступил с резкой критикой российской действительности, комментируя новости о том, что киностудия Marvel хочет сделать фильм с супергероем, открытым геем. Значит, по словам Пригожина, любой фильм будет навязывать свои правила и нормы, по его мнению, запрещать фильм бесполезно, но противостоять этому нужно, предлагая другой путь, и такими аргументами спасти свою нацию, — говорит Пригожин. В то же время Пригожин считает, что ничего иного, по сути, мы предложить не можем, так как развитию мешает культ наживы. Вот что он говорит. «Мы ничего не можем, потому что не умеем больше ничего, кроме как воровать деньги. Мы не создаем и не строим», — передает федеральное агентство новостей слова продюсера. Пригожин считает, что нужно не жалеть вкладывать и терять, и продолжать бороться, и стараться делать лучшее. Вот что он говорит опять. «Фраерская жадность мешает нам развиваться. Алчность, больший урон нашим подросткам никто не нанесет, чем мы сами». Вы знаете, я остановлюсь на секунду, мне просто хочется обратиться. Иосиф Пригожин, вы продюсер, вы имеете возможность взять, найти талантливого человека, гениального человека. У нас очень много их на российской земле. И спродюсировать его, сделать действительно талантливого, гениального исполнителя, певца или певицу. И, собственно говоря, тем самым поднимать уровень культуры подрастающего поколения. Почему вы этого не делаете, я не могу понять. Вы только говорите о том, что фраерская жадность мешает нам развиваться. Больший урон нашим подросткам никто не нанесет, чем мы сами. А мы умеем только вороводить. А почему? Ну вот вы продюсер, мне просто интересно. А почему вы не возьмете и не спродюсируете кого-то? А что вы делаете, по сути? Вы зарабатываете деньги, грубо говоря, Валерия поет, вы зарабатываете. Вы продюсер, мне кажется, у вас есть все возможности спродюсировать, не знаю, там, пять исполнителей или коллективов, которые будут нести в массы, очевидно, культурные ценности развивать молодежь. Но вы этого не делаете. Почему? Потому что это не прибыльно. Потому что прибыльно это Моргенштерн. Потому что прибыльно это Бузова. И так далее. Вы понимаете, что если вы сделаете сейчас не формат, а у нас перевернулось все с ног на голову. Потому что тот, кто должен быть форматом, стал не форматом. А тот, кто абсолютно не формат и поет, ругаясь не цезурной бранью, две строчки, три аккорда, он стал форматом. Вы понимаете, что если вы сделаете не формат, качественную музыку спродюсируете исполнителя, который будет нести какие-то высокие идеалы и взращивать морально-нравственные этические нормы, вы не заработаете. Так зачем вы рассуждаете об этом, просто у меня вопрос, если вы понимаете, что вы делаете именно это. Вы вообще о ком в этом, вот о ком говорите-то? Вы говорите в целом, я понимаю здесь, о менталитете, так скажем. Но у меня вопрос, я думаю, что может быть зрители поддержат в комментариях. Так вы же продюсер, вы собственно говоря и можете сделать так, чтобы воздействовать на подрастающее поколение музыкой. Музыка же имеет воспитательную функцию, вы же прекрасно понимаете. Она может или воспитывать духовность, или низвергать к животным инстинктам. Вы же делали заявление и говорили, что Моргенштерн дебилизирует молодежь. Так что же вы не сделаете анти-Моргенштерн? Потому что это не будет прибыльно. Вот, собственно говоря, и подтверждается ваши слова, только они подтверждаются исключительно на вашем примере, мне кажется. Значит, не надо говорить за всех. Значит, и Пригожин добавил, что кинопродюсеры выпускают такие фильмы сознательно, так как они занимаются бизнесом, и у них нет ничего святого, поскольку знают, что запретный плод сладок, и что замочная скважина манит любого человека. Но он имеет в виду, что специально выпускают такие фильмы, потому что понимают, что они будут просматриваемыми, потому что запретный плод сладок, и люди будут смотреть, и они заработают деньги. Мне просто интересно, Иосиф Пригожин, а вы не так поступаете? Вы не продюсируя людей, которые могли бы взращивать в подростках, значит, там, морально-нравственные, этические нормы, воспитывать какие-то культурные ценности и так далее, да, вы разве не занимаетесь тем же самым? Они выпускают, зарабатывают, а вы не делаете, потому что понимаете, что потеряете и не заработаете. Да в чем отличие-то ваше? Ни в чем получается, абсолютно. Он говорит, похоть гораздо сильнее высокой морали. Совет один, альтернативное мнение. Не давайте злоуправлять вами. Мы должны личным примером воспитывать подрастающее поколение. Иосиф Пригожин. Вот мы много обсуждали и вас, и других исполнителей шоу-бизнеса, продюсеров до Нового года. И мы, вот вы говорите, не давайте злоуправлять вами. И мы решили, что вот и подписчики писали, и просто зрители писали, что давайте не будем смотреть, давайте не будем ходить на их концерты. Вот мы не хотим давать злоуправлять нами, потому что мы считаем, что личным примером воспитывают подрастающее поколение. Какое подрастающее поколение? Каким личным примером? Вы деятель культуры, и то, что вы делаете с Сергеем Шнуровым, когда, значит, дошло до того, что, значит, подростки видят, что он подает на вас заявление в полицию, вы пишете не только ему, кстати говоря, да, какие-то вещи, связанные с тем, что там разборки и так далее. Это деятель культуры делает? Деятель культуры? Это какой пример подрастающему поколению? Вот это какой пример подросткам? Мне кажется, стоит задуматься, в первую очередь, перед зеркалом. Это очень правильные, громкие, правильные высказывания. Но только если встать перед зеркалом, мне кажется, вы поймете, что вы говорите о себе. Потому что то, что вы делаете, в частности, там, какие-то высказывания в отношении Сергея Шнурова, это читают подростки. И они видят, что так, как Иосиф Пригожин разговаривает, можно разговаривать. Можно говорить, что я, если увижу рядом, я там ему то-то и то-то сделаю. А так можно говорить, да? Ну, каким личным примером вы воспитываете молодежь, учитывая, что, не знаю, отец семейства сидит дома, и он не медийная личность, и он воспитывает своих детей, а вы имеете возможность воспитательную функцию распространить на неопределенный круг лиц, учитывая, что вы медийная личность, да? А то, что касается запретный плод сладок, и люди зарабатывают деньги, ну, очевидно, что вам, наверное, жалко, что не вы их зарабатываете. Но то, что вы не делаете какие-то проекты, которые могли бы, очевидно, взращивать в подростках культурные ценности, да? Ну, а чем вы отличаетесь? Получается, практически ничем. Потому что вы понимаете, что вы не хотите впустую тратить свои денежные средства. В наше время воспитательная функция среди молодежи – это не о зарабатывании денег. Вот в чем дело. Друзья, у меня такое мнение, пишите, пожалуйста, комментарии, может быть, кто-то действительно согласен с Осипом Пригожиным. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. Инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка. Это всего лишь мнение, я довольно, считаю, корректно и конструктивно его высказал. Значит, все, всем пока, до встречи.